Президент страны Владимир Путин подписал закон об информационном взаимодействии Банка России и МВД, который создает условия для автоматизированного обмена данными между ведомствами. Закон поможет повышению скорости расследования дел по фактам мошенничества при денежных переводах. В чем его сути, когда он вступит в силу, расскажет Роман Быков. Проблема мошенничества, когда с использованием сотовой связи и электронных денег крадутся сбережения граждан, обостряется буквально с каждым месяцем по всей стране. Наша область не исключение. Только за 9 месяцев нынешнего года в регионе зарегистрировано 2546 случаев. Около половины из них в Твери. В среднем каждый день до 12 жителей Верхней Волжи попадаются на уловки преступников. Так жителю Конакову позвонил неизвестный, который уверенным голосом сообщил свои полные данные и должность сотрудник службы безопасности банка. В ходе телефонного общения мошенник убедил конаковца, что его сбережения находятся в опасности. Обманутый мужчина обналичил все имеющиеся сбережения и за несколько раз перевел мошенникам более 1 миллиона 600 тысяч рублей. При этом кибермошенников очень сложно поймать, а тем более вернуть украденные средства. Дело в том, что сейчас при рассмотрении таких дел очень много времени уходит на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками. Новый закон, подписанный президентом России, предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе Центробанка, которая называется Финцерт. В ней содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов. Благодаря этому полиция сможет практически онлайн получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Если в Министерстве внутренних дел фиксируется факт противоправных действий, эти сведения передаются сразу же в базу данных Финцерта, и все кредитные организации могут пользоваться этими данными для того, чтобы предотвратить мошеннические операции этих лиц для своих клиентов. Конечно, это не значит, что мошенники не смогут больше обналичивать похищенные деньги. Но новый закон должен существенно усложнить их жизнь. Правда, вступит он в силу 21 октября будущего года. До этого момента Центробанк и МВД должны заключить соответствующие двусторонние соглашения, в котором определят виды сведений, порядок, сроки и формат их передачи, а также интегрировать информационные системы.